Старбокс 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 Сама философия Starbucks учить своих покупателей искусству кофе настолько впечатлила 29-летнего Говарда Шульца, что он начал настойчиво проситься хоть на какую-то должность Говард влюбился в сам кофе, который делали в магазине и был уверен, что компания может достичь гораздо больших высот Шульцу сразу предложили стать директором маркетингового отдела, но, как оказалось, развивать компанию, у которой всего несколько тысяч постоянных клиентов, не так просто В 83-м году Говард Шульц отправляется на экскурсию в Италию, где, прогуливаясь по узким улочкам Милана и Венеции, наблюдал, как итальянские мастера варят кофе Оттуда он привез рецепты латте и капучино. Благодаря такому небольшому увеличению ассортимента за год доход компании вырос в три раза Также у Италии Шульц пытался позаимствовать идею самих кофеин. Правда, руководство не желало иметь концепцию Starbucks Директора чтили традиции и считали, что чашечка кофе это настолько интимный процесс, что варить его и пить стоит только дома Шульц же предложил из магазина, где могли сварить кофе, сделать именно кофейню, в которую можно было прийти с друзьями Будучи уверенным в своей правоте, Говард Шульц увольняется из Starbucks и решается открыть уже свою собственную компанию В 1986 году открывается кофейня с итальянским названием Il Giornale, которую в первый же день посетило около 300 человек Дела у Говарда Шульца шли хорошо, а через год он узнал о том, что друзья-компаньоны решили отойти А дело из Starbucks продается всего за 4 миллиона долларов Шульц со скоростью света летит кредитором и просит изменить условия суда Кстати, одним из первых кредиторов Starbucks был Билл Гейтс, основатель Microsoft История уже знает, в случае, когда компанию перепродавали или отдавали за гроши, она становилась невероятно успешной Так было с братьями, которые продали McDonald's, так же случилось и со Starbucks Говард Шульц становится единственным владельцем Starbucks Кофе, в отличие от бургеров, считается более элегантным видом пищи, поэтому научиться пить красиво вкусный кофе американцам было сложно Говард Шульц решается на следующую авантюру – брать клиентов не просто качеством, но и количеством Реклама Starbucks была абсолютно везде и внушала простым американцам, что пить кофе – это романтично Клиенту Starbucks предлагалось самостоятельно выбрать размер кружки, вид кофе, вид молока и другие компоненты Такой индивидуальный подход настолько понравился американцам, что Starbucks из месяца в месяц становился все более популярным Конечно, Шульц не забыл о своих корнях и часто бывал, да и сейчас бывает в Израиле А в 1998 году был удостоен награды за использование своего влияния на налаживание торгово-экономических отношений между Израилем и США Компания Starbucks никогда ни с кем не соперничала, поскольку занимала свою собственную нишу Говард Шульц написал две книги о своем бизнесе, планах развития и истории Starbucks С вами была Лена Молзак, увидимся через неделю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok